186 сантиметров боевой вес 79-80 килограмм зимой можно брать до 84 покой утром думаю возможно 38 как-то не гонялся за рекордом чтобы опустить меня совсем но 38 бывало максимально сейчас пульс не знаю я думаю что 95 а так по похудению приходишь все равно хочешь не хочешь отдыхаешь килограмму приходит и потом приходится худеть но я не знаю для меня мне больше помогает наверное отказаться от сладкого если убирать но как мне это помогает в принципе я думаю если месяца на два на завтраке там понятно джем это все кушали без проблем на тренировке можешь там и шоколадки там и пироженки обед ужин все равно как ни крути сложно допустим 12 месяцев в году там отказываться все просто потом приходит такой момент ты понимаешь но она лежит там и тебе то нельзя 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 ну да запретность постоянно самоограничение морально дает еще хуже становится потом когда можно ты начинаешь то гораздо больше надо и не надо ну то есть ты допустим на каких-то там как говорится карнитиновых навалах этим ты не специализируешься пищи добавки какие-то не знаю где-то 77 я весил это было буквально перед францем до перед дефины ну и хотя если постепенно да прям возможно возможно будет этот эффект ну выиграть то наверно многое можно мечтать и хотеть тут вроде как есть какие-то реальные шансы да как бы и просто тоже такая гонка как ну там можно много гонках сказать что проблема там должны звезды сойтись не проколоться там отобраться в правильный отрыв там не потратить лишних сил чтобы там но на вот этих гонках там очень много этих ситуаций то есть что прям вообще там ты можешь один раз за колодцы и все в принципе как те расслужили как тебе дали а то ли шум сам что залетел на площадку все там если газ открыли ты прокололся в принципе это очень сложно ну так такие сложности этой на этих гонок ну получается первый свой профессиональный год я приехал в Париж-Урбену то есть я все эти бездиско-голландские гонки я все их проехал но какие-то молодежные версии андровские не ездил да ездил тоже и по Кубке Мира ну тогда ну не знаю подготовка была не совсем какая то я ехал в Париж-Урбене впечатления были по моему в профессионалах они были менее бурные чем в Париж-Урбене но тем не менее у тебя опыт там то есть психологически ты уже был готов ты уже понимаешь да потому что я со сборной Казахстана мы жили рядом в гараже Вернина в маленькой деревушке Бевер называлась ну разные там один год там жили, другом в Кальмардане жили и как бы в принципе в этих окрестностях много тренировочных дней было проведено не подключали именно эти куски в тренировочные да приходилось да заезжать в те же там в Мур, Болтсберг то есть примерно в Мур когда уже его пригладили или когда он еще был разбитый не еще по-моему я заставал наверное еще разбитым а потом уже да в принципе и велосипеды наверное у нас тоже неплохие мне кажется то есть то что есть специализированная модель ну да да вот эти велосипеды они ну потому что можно даже посмотреть по другим гоночкам ну не знаю либо может другие качают больше колеса и такой эффект когда там заезжаешь на булыгу и смотришь на кто-то как кузнечик рядом с тобой прыгает ну ты вот под свой вес ты же не из как говорите легких горняков сколько тебе накачивают примерно на такие гонки атмосферы где-то наверное 4 и 2 наверное передняя настолько низкая да 4 с половиной ага тебе надо выбирать то есть либо ты здесь будешь выиграть либо ты ну и к этому идет баланс то есть допустим накачать чуть больше и да будет легче на равнине но но решается все таки больше всего но решается 100% да на грущатке все как бы там интересно сейчас много людей стараются что сделать то есть ехать на даже можно на обычном велосипеде получается до грущатки и поменять буквально там за 20-15 километров до первой секции то есть на нормальных там на 9 атмосферах на 23 трубках но там же бывают ситуации когда начинают натягивать задолго вот это риск прям наверное я не знаю ну не скажу что 50% группы а то есть это масса уже достаточно да по 2-3 человека с командой как я уже говорил да очень много таких моментов когда ты можешь просто вроде а вот сейчас надо и все и сильный вроде был и вроде вовремя а оказалось не вовремя как бы ну такие моменты что тут невозможно так вот 10 раз атакануть там и не поплатиться за это там один шанс на ноте есть его надо вовремя использовать то есть люди которые уже едут там не знаю пятый наверное раз они уже знают где стоит ехать где не стоит ты знаешь уже эти там участки брусчатки где где можно там не ехать по самой брусчатке а то есть туда туда по реку где-то поехать это для тебя будет намного легче чем 500 ватт будешь по брусчатке ехать 400 на 40 и вот твоя разница сколько ты там саккумулируешь раньше любим болванки помладше когда были мне кажется болванки до какой степени то есть что за передача и что по подразделку сколько стоял 70 уже оборотов крутишь ну так же да тоже там все три одиннадцать стояло а ну то есть ты не ставил какие-то там пятьдесят шестые там и так далее не до такой степени любить тренировка тренировочная работа твоя любимая и соответственно та которую как бы просто приходится делать ну лучше повинен ну это да да нет мы говорим про все таки про тренировочная работа это не отдыха не знаю наверное по мне так ну наверное длинный объем умерен без работы ну длинный это сколько часов шесть да с рельефом да без равенца можно с рельефом с гораем сейчас ну сейчас буквально в последние года тенденция риса начали делать интересно в принципе вкусно да то есть да я думаю опять хорошо сделан потому что это уже а хорошо что 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 у него должно быть ну не знаю там как-то кто-то просто варит что он получается рассыпчатый да допустим это немножко не тосик он должен быть как у него варитки кто-то там все равно орехи и зим добавляют еще что-то я не знаю сладенький вкусненький получается ну ага 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 а так ну так же боретки наверно сейчас пришел к нам спонсор ну прям не знаю нет нареканий что разнообразно нравится да прям и гелий и боретки гели на насколько там какое время скажем так на какой стадии гонки начинаешь ну а сейчас вот в этом году раньше всегда в конце всегда всегда в конце я в этом году начал и прям и сначала и ну в комбинации со всем остальным ну да 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 понятно не просто гели там со старта начал есть то есть просто это гелевые маньяки которые просто сильно побыстрее забрасывали так да можешь там один гель там в час в два и да понятно там последние два часа может там два и три геля съесть но сейчас как бы только разнообразно значит вот это питание ну и плюс булочки классика тоже люблю наверное холод без дождя насколько холод то есть прям под под ноль где-то вообще хоть да но главное чтоб это за холод без дождя то есть не то что я не люблю дождь а потом что в холод с дождем это экстрим в принципе можно ответить на кальпы и тот регион да как вы сколько лет уже туда ездили тот же первый сбор там второй сбор была в принципе погода почти всегда шикарно и по трафику говорю машинку тоже классно ну допустим если сравнил с шикарно классно куда там на мидео или куда мы жили ну либо на мидео на чем бывает ты живешь и ты выезжаешь и 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